На заседании транспортной комиссии, которое прошло на минувшей неделе, было принято решением, что 7 городских маршрутов переходят в статус регулируемого тарифа. Он будет установлен на убыточный маршрут из 1 мая следующего года. На эти цели из городского бюджета планируется выделить порядка 17 миллионов рублей. Убыточные маршруты зачастую с низким пассажиропотоком создают условия, которые невыгодны предпринимателям. Поэтому срывается расписание и движение автобусов становится нерегулярным. Надо отметить, что получая деньги из местного бюджета, у автоперевозчика появится возможность компенсировать все убытки. Люди пользуются этими маршрутами, мы считаем их востребованными, мы считаем, что они не должны срываться категорически. Поэтому сегодня принято такое решение, дополнительно 7 маршрутов мы переводим в регулируемые. Есть алгоритм по переводу в регулируемые виды перевозок. Поэтому мы от принятия решения до реализации пройдет почти больше полгода. Как себя будут чувствовать новоуральцы? Они увидят строгое соблюдение графика движения, фиксированную стоимость проезда и она составит 23 рубля. Напомню, что тариф устанавливает региональная энергетическая комиссия. Предприниматель будет нести ответственность за комфорт пассажиров и соблюдение расписания автобусов. А за нарушение автоперевозчику будет грозить штраф. Таковы условия контракта. Напоминаю, в чем отличие по цене перевозок. Сегодня по нерегулируемым тарифам решение принимает сам перевозчик и назначает цену. По регулируемому это делает региональная энергетическая комиссия. И на сегодня разница нерегулируемой перевозки у нас сегодня составляет 28 рублей. И перевозчик всегда нам говорит о необходимости повышения стоимости перевозок. Регулируемый тариф у нас на сегодня составляет 23 рубля. Семь городских маршрутов, а именно номер 1, 2, 9, 12, 12э, 23 и 26, будут разыграны через аукцион на основании 44-го федерального закона. Кирилл Пантелеев, Михаил Карелин, Новоуральская обещательная компания.